Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Вероника. Сегодня мы с вами поговорим о самых шлейфовых ароматах, которые есть у меня в коллекции. И здесь в основном преобладают парфюмы с таким очень богатым цветочным шлейфом. Это действительно монстры стойкости и шлейфа. На самом деле стойких ароматов много. Это те парфюмы, которые сидят близко. Они могут сидеть часами, днями, сутками. Но слышите вы их только сами. Либо человек, который уткнется к вам как-то, я не знаю, поближе, знаете, подойдет, он может услышать. А вот таких вот парфюмов, которые, знаете, хвостатые, как мы говорим, шлейфовые, которые, знаете, за километр слышно, бывает прошел человек и все равно остается запах, таких парфюмов все равно мало. Можно покопаться, знаете, в каких-то классических ароматах, которые были, знаете, в старом добром люксе, такие тоже имеются. Но сегодня будут парфюмы такого более, знаете, современного, модного, я бы сказала, звучания и веяния. И причем именно в цветочном таком направлении. У меня есть парфюмы такие, как ганемия, там, кирки, кирки подобные. Я их сюда не включала. Именно такой вот очень приятный, благородный цветочный шлейф. Сегодня, на самом деле, почему я так и выгляжу, такие вот яркие сережки, у меня такие яркие лилии стоят, которые мне мама принесла с дачи. Такой вот, знаете, я цветочек, цветочек-пирожочек. Еще когда цепляла микрофон, я поняла, что я, оказывается, видимо, наступила недавно. И сломала свои микрофоны. Представляете? Крепления у меня до такой степени, они все сломаны. Либо кто-то наступил, я не знаю. Короче, какой-то кошмар у меня. Придется покупать новый микрофон. А это стоит нормальных денег. Ладно, я решила просто поныть, поныть ванной. Просто все, слава богу. У меня соседи затеяли ремонт. Соседи, а новые жильцы заехали, получается. И они делают ремонт просто с утра до вечера. Там целая бригада рабочих. Это невыносимо. Вот они только притихли, и я решила снять видео. Так я реально вообще не знаю, как снимать. То есть это вот прям все время они сверлят, долбят, сверлят, долбят. Короче, кошмар. Ладно, немножко такое было вступление. Давайте поскорее начнем. Здесь будут парфюмы, про которые я говорю, возможно, даже очень часто. Скажешь и Вероника, ну сколько можно, постоянно не говоришь. Но если на самом деле все мои коллекции, эти самые запоминающиеся, яркие, стойкие, шлейфовые, почему о них не говорить? Давайте начну со своего любимчика. Я считаю, он должен быть у всех, кто любит Туберозу. Это Radiant Tuberose от Jimmy Choo, от их такой вот приватной линейки. И знаете, что я заметила? Вот, например, на сайте Рандеву, по-моему, есть вся их линейка практически, а вот именно этого нет. Знаете, очень странно. Хотя это вот прям вот фаворит-фаворит, и я считаю, он должен быть обязательно. 125 миллилитров, огромные красивые флаконы. Если вы даже не любите Туберозу. Вот знаете, я до такой степени не устала, что мне похожие парфюмы с Туберозой друг на друга уже не интересны. А здесь же такой степени зелень, нероли. Красивая Тубероза. Знаете, это белоцветочность. Это такая вот даже холодная, такая вот колкая Тубероза. Она мало на какие парфюмы похожа. Я бы даже сказала, ну вот, которые я знаю, ни на какие не похожи. Это идеальный аромат. И его стойкости и шлейфу. Ну, я не знаю, может позавидовать даже Ганимет. Вот даже Ганимет и Бакара. Понимаете? Вот он такой вот. Понятно, что Бакара, она очень громкая. Знаете, и даже мало кто пользуется оригиналом. Ну, вот честно, да, я живу там в небольшом городе в Казахстане. Я иду в каком-нибудь магазин, в продуктовом, да любому, знаете, там, в каком-нибудь торговом дому. И вот эти вот шлейфы Бакарыни все время. От продавцов, от людей. Я думаю, ну, неужели других ароматов? Нет, люди, ну вы что? И вот этот, когда я аромат на себя наношу, многие вот так вот, ну, как-то оборачиваются, так смотрят. Потому что они не могут понять, что это. Это не угадать из толпы, это не Бакара, не флёрный наркотик, не кирки. Этого подобного нет. И это Radiant Puberose. Я вам рекомендую, если вы хотите тоже выделяться из толпы красивым, приятным шлейфом, да, он может придушить. Его, наверное, лучше носить вот сейчас, летом. Он вообще хорошо звучит, вечером куда-то пойти. Я его обожаю. Все-таки я еду на море, кстати, уже скоро. Я флакон не потащу, флакон очень весит и тяжелый. Я сделаю себе отливант. Я сделаю литра, два, три, вот, знаете, чуть-чуть совсем отолью, потому что он бешеный по стойкости и шлейфу. Им обливаться не надо. Вся линейка не обладает таким прекрасным шлейфом и стойкостью. Вот что хочу сказать. У меня есть вся линейка. Да, плюс-минус показатели хорошие. Где-то они тоже сидят ближе, где-то есть такой вот шлейф. Но вот это вот прям монстр. Стойкости шлейфа. Radiant Oberos. Поэтому я о нем говорю и не устану говорить. Может, когда-нибудь устану и перестану о нем говорить. Ну, вот раз такая подборка, то он здесь просто в лидирующих позициях на первом месте. Следующий парфюм, который я очень люблю и также одно время часто о нем говорила. Это L'Or. L'Or, наверное, правильно вообще говорить. J'adore. Новинка была 2023 года. Франсис Курджан тоже все это замутил. Я купила ее за неимоверно какие-то бешеные деньги, когда он только появился. Кстати, по-моему, до сих пор у нас он стоит что-то там около 20 тысяч если рублями. Да, он стоит за вот эти вот, забыла, сколько миллилитров. По-моему, 60. 60. А нет, 50. 50, да, 50. Это получается, до этого L'Or выходил 40 миллилитров был флакончик. Да, это 50. Да. Ну, хотя бы 50. Не 40, уже спасибо. Он не имеет ничего общего с классическим J'adore. То есть вы можете сказать, ой, J'adore, верни-ка, это не модно, это уже не актуально, это заезженная тема. Например, многие современные девушки, зайдя в магазин, да, вот где у нас представлен Dior, ну, такие, кто любит Бакару и Кирки, я имею в виду, возможно, и не посмотрят, скажут, боже, J'adore, пользовалась моя мама с 90-х там и так далее. Нет, нужно подходить и тестировать. Это безумно красивый жасмин. Это эссенция жасмина, какого-то, знаете, переплетения нектара, цветочных, мощных таких нот, прям пыльца. Да, вот действительно, это красивущий аромат. Конечно, кто любит цветы, да. Если не любите цветы, я вообще не знаю, что вы тогда любите. Какие вот парфюмы могут быть без цветов? Я знаю блогера, есть одна девушка, я смотрю ее иногда, она говорит, я цветы не люблю. И при этом все равно показывают парфюмы, где в основном преобладают какие-то цветы. Ну, то есть как бы, как ни крути, цветы везде есть. Ну, просто да, где-то они не так ярко солируют, где-то, возможно, да, фрукты чисто, можно уйти в такое, да, что-то, либо в чистоту, либо какие-то амбрия-деревяшки, возможно, да. Согласна, но в основном такие вот красивые композиции из люкса, они цветочные. Я рекомендую вот именно эту версию. Пока ее не сняли, не убрали. У меня благо, она задублена, я не переживаю. Я в нем любила очень сильно гулять. И это, кстати, видно, что я им пользовалась, я в нем ходила, потому что, ну, это прилично, я, можно сказать, использовала. Когда я его купила, часто его носила, потом остановилась. Мне хочется его вдыхать и вдыхать. Он очень шлейфовый, очень. Практически наравне. На одежде тоже останется сутками, будет очень долго. Вот это даже после стирки, кстати, слышно. Ну, если вы стираете какими-то мощными порошками, да, вот этими капсулами, там, возможно, да, запах как-то, ну, они тоже слишком такие ароматизированные, убьется, можно сказать. А если обычным каким-то простым порошком, без ополаскивателя, то вот этот запах останется. В общем, Жадор не забываем. Есть еще лор, который давно уже снят, да. У меня он тоже из коллекции. Он безумно тоже красивый, шлейфовый такой, ну, какой-то, знаете, вечерний, я бы сказала. Они тоже абсолютно разные, кстати. Вот с этим они не похожи. Но я все-таки говорю про более современные парфюмы, которые еще продаются, их как-то можно купить. То вот это вот второе место, это Жадор Лорн 2023. По-моему, кстати, он назывался Essence de Parfum. Да, эссенция. Ну и давайте, наверное, спорно, знаете, вот тут вот прям борьба, борьба титанов. Герлен и Марк Антон Баруа. Тилия с Флора Блум. Две новинки 2024 года сражаются между собой. Я даже не знаю, кто из них более шлейфовые стойки. Как-то мне девушка писала, я не помню, ответила ли я или нет на этот комментарий. Очень бывает много комментариев, что мне вообще большое спасибо, что вы мне пишете. Иногда, знаете, вроде бы только прочитала, мысленно ответила и могла не написать. Мне как-то говорили, почему все время хвалить этот Флора Блум. Ну, вообще же, аквалегории не такие стойкие, да, ну, как бы ничего запоминающегося. Я вот не помню, ответила я или нет, так вот этот, ну, давайте Флора Блум. Третье место Флора Блум. Потому что она действительно покоряет просто своим шлейфом, своим звучанием. Это красивый, понятный, приятный аромат. В нем нет ничего такого, знаете, ой, никогда такое не слышали. Но для Герлиэн, именно аквалегории, это феноменально. Никакой мандарин, базилик, форте, харвест по стойкости шлейфу не стоит рядом. Никак вообще, слабовато. То вот эта Флора Блум версия, не знаю, за форте говорить не могу, у меня ее нет, но я думаю, ее куплю тоже, потому что я полюбила. Вот эти вот, честно, парфюмы, которые сегодня будут, они не заменяют многие ароматы. Реально. Я рада, что у меня 125 миллилитров. И это очень хороший парфюм. Я была вот горном Алтай, да, можно сказать, хотя жарко было, но все равно вот свежесть такая горной местности, да, воздух там хороший. Не знаю, по мне так хороший воздух после наших заводов вообще отличный. И даже в жару он звучал красиво. Он звучал тоже, знаете, я бы сказала, тропически, нектарно, солировало больше фруктов, манго и вот цветы, знаете, здесь ничего толком не выделили. Здесь какие-то цветы, ну не знаю, здесь есть и кислинка, и горчинка какая-то. Вы знаете, цитрусы с тропическими фруктами. И все, в общем, на каких-то цветочных нотах, которые вы не разберете, и они красиво звучат тоже. Безумно, безумно современно, шикарно. Мне не раз делали комплимент именно на этот парфюм. Вообще, друзья, которые были с нами, девчонки вот тоже, кто ездил, они же знают, что я увлечена. И как-то я им давала потестировать парфюмы, которые у меня были с собой. Вы знаете, что я флораблум брала с собой, также тилию брала с собой. Они заценили их. Реально нет таких, которым не понравился вообще. Очень нравится. Все прям заценили вот именно это. В шлейфе постоянно слышно. Третье место законное. Четвертое место тилия. Хотя, знаете, они наравне. Практически вот все эти парфюмы равно. Ну, по шлейфу стилия абсолютно, знаете, ничуть не хуже. Что хочу сказать уже спустя времени. Да, я купила еще его, когда, не знаю, на многих сайтах не было. У нас он появился. Только в Казахстане тридцаточка. Я сразу схватила. Потом уже начали везде появляться. На рандеву точка оружия нет наличия. Я хотела себе сотку взять. Не успела. Я все пролетела. Не забывайте о моем промокоде. Напомню тоже, чтобы пользовались. Если захотите что-то взять для знакомства. Поэтому, что скоро новиночки эти должны тоже появиться. Я думаю, или есть. Хотя бы отливантики надо. Но по моему отзыву вот аквалигорию брали. Написали, что понравился. Нет, он реально очень хороший. Что хочу сказать по поводу тилии. В общем, я его схватила. Взяла. Я не могла им надышаться. Мне казалось, что такое космическая цветочная липа, облепиха. Все подряд, знаете. Ну, неимоверное звучание. После Энцелата, Ганимеда, Б-683 и вот этого всего. Это была, ну, явно вот это моя тема. Мое попадание тилия. Потому что цветы и вот это все. Многие пишут, да, тут не пахнет липой. Я знаю, как пахнет липовый чай. У меня он есть. Ну, то есть люди говорят, что там что-то похожее. Говорите, что хотите абсолютно. Как вы там его слышите, я не знаю. Здесь просто бешеный цветочный букет. Я почему-то здесь вижу какие-то, знаете, желтые такие цветы. Нереальные, которых может быть плохо. И да, есть на какой-то вот такой вот, грубо скажу, ну, какой-то цитоновой подложке. Вот так вот, знаете, с пульвика вот что-то такое есть. Это я грубо сказала. Можно как-то, конечно, помягче было бы это назвать. Но не могу найти как бы слов подобрать. Реально вот что-то такое в нем есть, знаете, такое химическое. Это вот уже, ну, сколько до времени прошло. Он нравится. Девчонкам вот я давала его потестировать. Даже наносила на свою подружку. Но я от него уставать стала. Вот, да. Если от вот этих вот я не устаю, любимчиков своих просто неимоверных, то от Тиле я стала уставать. Причем как-то на улице, когда ходишь ничего, когда ты уже, например, спать ложишься, я голову бывает на ночь вообще не мою. Я мою только утром. Поэтому я сплю. И вот от волос я слышу. И мне вот, знаете, как-то, ой, хочется отдохнуть вообще от всего. И вот он как-то вот подбивает, что вот я тут, я вот такая вот вонючка. Он классный. Он хороший. Он современный. Он действительно какой-то там цветочный прорыв. Ну, вот, например, они все разные, абсолютно и отличаются. Я его, конечно, рекомендовала. Купить его можно вслепую. Но никого никогда не принуждаю, не заставляю. Ну, я считаю, что вот 100 мл реально вы устанете от него. Но я хотела взять про запас. И, знаете, если я раньше в непонятной ситуации любой наносила тилию, то сейчас как-то нет. Я уже как-то это, ну, подустала, что ли. Ну, и по берегу. В общем, вот посмотрите, да, сколько у меня он уже находится. И все равно, ну, то есть расход маленький совсем. Четвертое место законное красивое тилия. Просто, по моим ощущениям, я немножко уже так, это, пересытилась ей. И напоследок будет парфюм. Кстати, я его недавно купила. Это The Dick and Voltaire. Очень полюбила этот бренд. Girl, girls can say anything. Вот такой вот флакончик у меня большой. Классный аромат такой. Он напоминает немножко, знаете, все люксовые парфюмы понемножку. Такие вот, как Ивсен Лоран Манифест. Манифест, по-моему, был у меня. Да, картинка будет. Он напоминает мне какие-то вот, вот что-то туда, знаете, какие-то сладкие парфюмы с каким-то, я не знаю, орехом. Что у нас тут по пирамиде? Ну-ка, давайте глянем пирамидку с вами. Так. Мне кажется... А, ирис, пион, бобытанка, ваниль, мускус, папоротник и амбра в нем. Бобытанка вообще играет свою роль немаловажную. Часто в пирамиде здесь придут какой-то такой вот сладости, какой-то напористости аромату. Вот это вместе с ванилью, с мускусом. Вот ирис и пион. Ирис здесь, знаете, такой вот очень ненатуралистичный. Это факт. Но вот с пульвика его прям хорошо слышно. Но вот если боитесь каких-то помадных бабкиных ароматов, то здесь можно не бояться. Он вполне себе современный. Ну, похож на многие люкс. Такой заслащенный ирис здесь чувствуется. И вот я почему-то же пирамиду посмотрела. Не выбиваются особо ноты. Он какой-то вот такой целостный, сладостный. Очень приятный. Менее цветочный по сравнению вот с этими вот всеми. Да, он такой вот уже как-то более в ванилью ходит. Но красивый. Все равно вот эти вот цветочки, какая-то кислинка в нем присутствует. Он неплохой. Если видите, покупайте их. Я знаю, уже вроде как не продают. Может быть, где-то и есть. Напишите, конечно же, что где-то не продаются. Возможно, да, цены растут. Меняются. Когда-то они стоили недорого. Я бы рекомендовала вообще присмотреться к этой линейке. Она классная. И вот что интересно, я вначале не поняла этот аромат в плане стойкости. Я нанесла его. Вроде бы я его слышу от себя. Думаю, ну ладно, слышно, слышно. Пошла, в магазин сходила, вернулась. А в комнате стоит запах именно этого аромата. Представляете? То есть я тут такая, думаю, ничего себе. Обычно. Ну там, да, я недолго была в магазине, то есть на районе. Вернулась и думаю, как так? Отлично ни слуху, ни духу. То есть вышел и все. А тут, получается, вот в квартире остался шлейф этого замечательного аромата. Я поняла потом, насколько он все-таки мощный. Реальный. Муж говорит, да, тебя несет им в заверсту. Мы с ним гулять ходили. Я вот прямо, ну, когда новый парфюм купишь, хочется его повыгуливать. Вот несколько дней подряд я его наносила на себя, там, днем, вечером. Вот, он говорит, он очень стойкий. Очень, прям, говорит, шлейф какой-то тебя, ну, бешеный, говорит, такой вот. Очень женственный, красивый. Этот парфюм, знаете, больше на вечер, да, я отнесла. Вот о нем я еще вам не рассказывала, решила его показать. В общем, достаем свои за Дик Энбальдар. У кого есть, напишите, как он вам по стойкости. Я знаю, их очень много различных флангеров было. Я со всеми не знакома. Вот такая вот подборка пяти ароматов красивых, шикарных. Достойных. Рекомендую их знакомству. К покупкам, естественно, после затеста напишите свои самые шлейфовые ароматы. Вот реально. Такие более современные. Понятно, я могла там добавить, например, Поэму, Лонгком, Гуччи, Гилдс. Я могла добавить не из Диора, даже могла бы добавить. Но я не стала этого делать. Я вот добавила, знаете, таких вот более-менее таких свежих парфюмов, я имею в виду, по годам выпущенных, да, это практически все такие вот новинки стоят. Единственное, вот этот вот более такой старичок уже, да, но все равно как бы по звучанию он вполне себе еще современно звучит, хоть и похож на тот Сандаран, который я вам сказала. В общем, спасибо большое за просмотр. Пишите свои комментарии. Будет очень интересно пообщаться, почитать, какие ваши парфюмы реально шлейфовые, что сносят на повалы, и такие вот хвостатые, их все отмечают. Напишите, пожалуйста. И желаю вам всего самого наилучшего. И до скорой-скорой встречи. Все, всем пока.